Этой ночью жителям второго переездного переулка была совсем не до сна. Отдых местных прервал орёв пожарной сирены. Как спичка вспыхнула один из домов. Внутри находились двое. Хозяйка и её сожитель. На счету последнего, если верить соседям, это возгорание не первое. Виной пагубные привычки и нездоровый образ жизни. Ещё до приезда с писателей на свежий воздух горе жильцов выводят соседи. Андрей вот только что был у меня. Ну, часа два там назад он был. Мне рассказывал вот это. Я, говорит, туда побежала. Горит. Вытягиваю этого алкаша вот так. А он никакой. Она тоже пьяная. Но был дым, и был, стреляла, и шипер горел, и всё, что хочешь было. Где-то пили, курили и кинули сигарету. Возможно, вот такое. Потому что топить у них не было лучше. Загореться, печка разбуррана. Разбитые стёкла, выгоревший фасад, дыра в крыше. Такова картина снаружи. Внутри же едкий дым и разруха. Почти все элементы домашнего интерьера покрылись копотью. От матраса остались пружины. А бывший шкаф превратился в сплошной уголёк. Дом словно после войны. Причина пожара и обстоятельства устанавливаются. Специалисты не исключают тот факт, что к пожару могли привести неосторожное обращение с огнём при курении. Этот пример в очередной раз доказывает. Формула «выпил-закурил» заканчивается одним и тем же сценарием. Только в этом случае огонь ударил по кошельку. Зачастую стихия уносит самое ценное – человеческую жизнь. Виктория Полевко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.